Надеюсь, что вы меня слышите. Значит, первая же фотография, какая после этой перетасовки оказалась вот эта. А так как я заранее уже знаю, что говорить, вспоминаем вопрос, как правильно выкопать саженец? Казалось бы, ну, бери и выкопай. Старайся яму делать побольше, чтобы отступи подальше, чтобы корни были целы. Вопрос как-то отвечал, но попалась фотография, значит, это судьба. Я должен ответить на вопрос того, кто не видел мой фильм там 30 фильмов назад, 130 фильмов назад. Итак, лопата ставится на одной оси саженцем, так, втыкается, и выкапывается канава вот в таком виде. лопата не поперек корней, а вдоль корней. И таким образом показывал специальный, было бы нет, что корни, действительно, они как бы приподнимаются, не рубятся, когда, если бы лопата была поперек. И вот таким образом максимальное сохранили корней. Попался такой. Ладно, идем дальше. Так и будем двигаться. Значит, вот что есть, то есть. Это Калининград. Это проект, воплощаемый в жизнь. Это не рядом с Балтийским морем. Это, казалось бы, ну куда лучше-то климата, ну куда лучше. А вы мне все про этот, все про Тодда, потому вспоминаем дядю Ваню, да? Вот. С его этим мертвым садом и учебным фильмом. Впервые я видел человека, у которого умудрится уничтожить сад, но фильм, по которому он создавал, учебный, это значит, он был для новичков, для опытных, он так и не уничтожил. Ладно. Ну, в общем-то, то, что я вижу, то вижу. Значит, все вполне реально. Вы видели фотографию, вы видели прекрасные плоды, уже те самые плоды, которые от меня пришли в виде черенков. Вот. Эта фотография, кажется, что такой несчастный, ну какой несчастный. Ну вот, казалось бы, ну вот берет и растет, и никому не мешает. Вот. Вот эту фотографию с Европейской Россией, дальше не помню. Так. Вот это вот получилось как. Мы с вами немножко затронем еще раз эту тему. Я фотографию делал возле поселка Геологов. Это возле Саиногорска, да. Обычное дело. Огромное количество перегноя, которое некуда девать. И вот дама посадила сад. Вот сад из, сейчас увидите, из этих самых. На мой взгляд, сплошные уроды, но она этого не знала. Так. Мы с ней только познакомились. И она садится с рынка, а на рынке сказали, что они сибирские, но понятно, с чем дело кончится. стандартный штамп, то есть уничтоженными ветками. Здесь получается углубление для полива она сделала. И огромное количество перегноя, которое убьет саденцы 100%. Напоминайте, друзья, саденцы, перегноя не растут. Еще зола, тоже девать некуда. Видите? Вот это вот те самые рынки. Всегда, когда вам заранее вы будете покупать саденцы, все равно, куда вы денетесь. Вот сейчас. А, это, Антон Олеевич, я не знаю, видят меня или не видят. Вот это вот корточки. Корточки сейчас включу. Уникальные. Это те самые, которые Чернобаев испортил. Помните, многие из вас уже знают мои, эти самые, мои кроватые выражения. Ладно бы там, но я прививаю абрикос на абрикос. Я прививаю сливу на сливу. Я прививал на сливу абрикос, потому что я экспериментировал, там лучше у сливы держат воду лучше, в каких-то определенных местах лучше будут. И корни меньше будут лучше держать влагу, и абрикос в какое-то время поживет на сливе. Это все я. А он взял сливу на абрикос. Чем руководствовался, руководствовался, не знаю. Получил вот это вот, еще раз. Шестов, что говорит Константинович продай. Вот они. Это только часть его урожая. Видели фотографии. Чему я это говорю? Ну, нам не нужны свои. Это же в Сибири родилось. Да? Вот это. Вот. Нам нужны вот эти вот из Крыма. Вот. Так, идем дальше. Естественно, я отругал, сказал, вот это все немедленно убрать, вплоть до того, что соскрести. Ну, куда? Она не знает, что она расти не будет. Вот. Ладно. А это уже мы у нее же. Вспоминайте фильмы. Это уже это быстренько. Одна тережка это самое земли со стороны сверху надерн. Вот она мои персики. Вот они. Тут идет, кстати, одна из особенностей то, что мы сейчас идем сзаду наперед. То есть фотографии снимались в одном как бы серии, а тут получается от последних первой. И вот мы смотрим сюда, смотрим сюда, где-то так, а где-то наоборот. Значит, еще раз, теперь про полив. Важнейший момент. Если здесь, ладно, вот смотрите, еще пополиваем, уже аккуратно стараемся эту самую корневую шейку и основание штамба не гноить. Это должно быть стать культурой. Листья для этого предназначены у взрослого дерева, чтобы не гноить. Об этом никто не знает почему-то. Вот. И второе, это то, что холм быстрее высыхает и тут без лишнего полива не обойтись. А так, в принципе, поливать надо по погоде. Вот. Это, значит, такие у него были корни целенькие, но так как нарушены все равно, хотя они длинные, так как все-таки вырваны из своего места переехали. Ну, кто и переезжал в Африку или в Норильск, знает, что это все-таки не родина, да? Ни Африка, ни Норильск. Так и тут. Что надо было делать? Надо было аккуратно выкопать, сделать метку земля-воздух, сделать метку, одна и та же метка служит юг-север, чтобы этим стороной посадить, так. Вот. Ну, а перед этим рамки. Я коротко, потому что фильм половина из вас точно видел. Это рамки, которые я делал и тут же этими рамками мерил биополе заодно и людей. Вот. Это Чернобаевский погреб. Ну, попалась фотография, попалась. Делал эту фотографию Елена Савельевича, я не был в этом погребе, я приглашал показать что-то, как должно быть. Ну, если картошкой вас не удивит, вот, закатками не удивит, то здесь примерно десятая часть от урожая, а может пятая, о нет, может двадцатая часть от урожая Чернобаев. Остальное причем пока наверху. Вот. Это должно быть скажем погребе, но если вот так вот, вы понимаете, принцип чем больше, тем лучше, вот он. Ни в коем случае. Это так же, как дядя Ваня, значит, железо накидал в яму больше несколько миллионов раз, чем надо. Сейчас она сгниет, окислится, вот, и уже этого достаточно дерева погибло. Вот эти все извращения, это даже не какой-то особый опыт, нет, это просто извращение и проклятие наших садов, когда вот эти вот переборы. Идем дальше. Значит, куда без рамок, вот, допустим, дяди Ваня обязательно добудет, если он все-таки хоть что-то понял из моих фильмов, который, сам же напросился, ну, житель под Ленинград, вот, который построен на болоте, без рамок в сад больше не садите. Уж там, где близки крутого, без рамок вообще не подходите. Они помогут найти хотя бы место, где чуть посуше, чтобы хотя бы какой-то шанс. Так, значит, вот эту вот фотографию привезла Елена Александровна Савинич, моя помощница, моя практикантка и будущий академик, а так взяла и сфотографировала. Я, нет такого, чтобы я к чему-то не придрался, что-то, не прокомментировал. Вот, обратите внимание, здесь написано мониторинг вредных организм по регионам. Это значит, что где-то, видите, темнее, где-то светлее, где-то хуже, где-то лучше. То есть, получается, что микро... Хотя, смотрите, вот, где это было, смотрите, Черное море. Ну, правильно, Юго-Запад. Так вот, здесь написано не области, а районы. Ну, все равно понятно, что это обширная территория. Ее тщательно обследовали, но ее не обследовали односторонние. Не хочу лишний камень кинуть, хотя у меня запасуха их много. Дело в том, что если бы они параллельно бы, они же ясно, что речь идет о том, что тут, наверное, где стрелочка, почва такая, а вот где оранжевая стрелочка, почва другая. Мы не вдаем все в детали, сам смысл. Если бы при этом посмотрели бы, что вы делали эти самые в этих регионах с деревьями, что вредные организмы распределяются по другому принципу. Где больше калечат, там их больше. Где меньше калечат, так меньше. А из-за этого увечения никогда вы правды не узнаете. И все вот это, совершенно эта схема не имеет никакого отношения к действительности. Вот так вот. Ладно, тут мертвое дерево, понятно, что бы его быть. Дело в том, что я ношу такое предложение, я считаю, это постулат, я считаю, это закон, какой. промышленное и дачное садоводство это два направления, которые нельзя смешивать ни в чем. Промышленное, оно фактически направлено на то, чтобы получить прибыль за счет скорости за короткий срок жизни, так, с огромными трудозатратами, с уничтожением всей инфраструктуры, вот. А дачное садоводство это сеянцы, это подвои сеянцевые, это дерн, и все наоборот, и все не так, и никакого труда. Мы дащики или вот эта дурь отказываемся, дурь не втых понимать, вы их понимаете это нормально, я имею ввиду, что в дачном саду это самая настоящая дурь, вы попробуйте в дачном саду это держать, когда через месяц все покроется зеленью, а потом опять пахать, через месяц зелень опять, и все это у нас кроме лопаты и больной спины ничего нет, все это не для нас, к тому же, еще раз, большая часть дачи Кусяцков находится в третьей зоне, третья климатическая зона, это значит все это нам не подходит, вот, но это Савинич, видите, почку внедрили, потом это все отрезается, а что будет еще не раз покажу, это тоже она смотрела, как там проводится летняя кулировка, вот, вот это, кстати, сразу, мы же как должны, мы должны замечать те 19 детолий, которые мы должны замечать, вот видите, палка была воткнута в землю, и обрастал корнями, корневой шейки нет, как вы думаете, да, яблони, они прочные, я за 35 лет убедился, да, действительно, и сливы очень прочные, но в дачном саду деревья должны, если у меня в Сибири 30-35 лет избитые морозы, уже какие, за них смотреть страшно, но они плодоносят, вы видели как, мы же не должны только любоваться на штамп, на котором грибов море, который весь это самое, морозобойно, рекордного рожая, который они снились этим же самым мичуринским, учеными, московским, даже не снились, да, они даже и не пытаются, у них спиритель считает, что это невозможно, но там сеньцы, а здесь даже вот это вот пройдет 5-10 лет, ну 15, и это конец этому дереву, а наши деревья должны жить не 15 лет, а 30, 40 и 50, если в Сибири у меня до сих пор ничего не погибло практически, десяток спирил, но это же места нет, вот, любуйтесь, ищите корневую шейку, кто помнит еще химию, химия говорит, что коррозия металла в одном случае, если я это называю коррозией растений, еще один термин вожу, пожалуйста, вот, на границе сред, вот здесь, я сколько раз уже показывал, палку втыкаем, сухую, не мокрую, просто в землю вбиваем, проходит время, перегнивает, перелапывается, только тут, а вы что думаете, живые это не испытывают, вот откуда грибы, откуда смерть, никому в голову не приходит, ребята, ваши технологии не для нас, вот, ну вот, здесь же вот они пенечки, смотрите, загнивают, вот, ну, получи несколько вырожая, вот, уже что-то помирать собирается, вот это ждет науку, вот, это я даже комментировать не хочу, это тот же самый, вот это уже другой оперы, я сам лично почти угробил этот, этот прививку, каким образом, я делал небрежно, то есть, оно, одни терпят, это так же, как вопрос с сыростью, вот она, садовар, да, мягкий, такой, липучий, вот, и вот, когда я замазывал, там дальше я покажу, чуть-чуть, видите, вот так вот, мазнул, так, что вот так, и все, и он начал умирать, вот так вот, это моя небрежность, и вот он, лишний побег с персиком, вот, он еще жив, сколько проживет, не знаю, но главное, я хочу сказать, не верьте, вы знаете, вот человек сидит за столом, ему нужны эти лайки, они нужны, нужны, нужны дяде Ване, он уже, было 100 человек, там уже 400 просмотров, это еще сколько людей он научит губить деревья, да, вот, и вот так вот, кто-то с умным видом посмотрит потолок, да, пожалуй, ведь сохнут же, обысыхают, а давайте покроем лаком, а давайте покроем парафином, и это проходил, губил, дурочком был, 30 лет назад, и не скрываю этого, сановый дурочок, не по жизни, а по жизни, я этот самый, ну, лучший когда-то мастер норильского комбината, лучший инженер, единственный, это я к тому, чтобы не считать меня дураком, единственный, кто сдал на классность, когда мода пошла, классность пришла, где-то наносится, лучший изобретатель Норильска, и вот и изобретался, ну, то есть, мне Бог дал вот это вот, чтобы я это рассказал о этих регалиях, чтобы мне просто поверили, что я не просто взял, вот мазнул, но я и выводы сделал, то есть, а парафином покрывал, был дурочком, садом дурочком, 30 лет назад, все погибли, а прочитал-то в журнале, да, в самом популярном, парафином покрывайте, вот эту часть, и все, сохнуть не будет, а значит, что, ну, как сказать, лучше проживется, много чего еще начитался, смотрим дальше, это тот же самый, ну, здесь еще что я сделал, здесь я показываю, что, раз она пошла, вот, видно, почка зазеленела, я убираю конкурентов, это варварство, это дикость, но неизбежная, иначе родные ветки, которые будут развиваться, как ничего не бывало, вот это заглушат, и не дадут им развиваться, то есть я был вынужден их отрезать, отрезать и отрезать, видите, это учебный фильм, и заодно, пока я, это, рядом стоял, Александр Савельевич, пока она фотографии делала, я отрезал, заодно, с этой стороны оказалось, еще лучше видно, вот она, небрежность, вы бы видели, эти дурацкие, как их назвать, подлые, предательские, эти публикации, где написано, что, вы этим же садом, варом, целиком обмазываете, вот эти побеги, вот я обмазал, но это персик, он не держит, а он же, допустим, пробовал на яблони, а яблони еще долго держат, вот это, а потом варом высыхает и испаряется, глядишь, яблоневый побег жив, о том, что никогда, что бы мы ни делали, мы никогда не нужны, нужно обязательно, это только для яблони, это только для яблони, это только для яблони, это только для яблони, вспоминайте, тут же рядом пишут, яблони, запятая груша, и это же совет, это для выносит ��라고요, груш. Просто ну не понимает, где них яблони, груш одно и то же. А груша сырость не терпит вообще. Вот так. Идем дальше. Смотрим сюда. Вот это вот. В общем, здесь не отчетливо видно. Здесь получились, благодаря прививкам, совершенно плоды как будто два разных сорта. Хотя этого не должно быть величайшая редкость. Ну помните, я назвал в фильме «Сын полка». Вот. Вот. Я сейчас пробегаю, это проходил. Проходили мы. Некоторые фотографии быстро будем пробегать. Вот здесь получилось так, что это неубиваемый моторец. Так. На нем было сделано 13 прививок. Сейчас я найду, я не найду. А, нет. Значит, еще в другом месте есть фотография. Более другая. На нем было сделано 13 прививок. Все 13 пирсики абрикоса, сливы постепенно погибли. Это я к тому, что не увлекайтесь деревьями, садами. Так. А ему хоть махнули. Уже уничтожал, 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 уничтожал. Ну, так уничтожить и не смог. Значит, махнул рукой. Вот. Ну и пусть он будет, он пока, сын полка. Посмотрим, что после того, когда здесь перемешаны гены с 13 разных деревьев, перчики, абрикосы, сливы, что покажут абрикосы. Посмотрим. Ну, будущий абрикос. То есть, это по двое. Привойны были вот тут привиты, тут много было привит, 13 штук. Так. Теперь, абрикос один преобразился. Почему у него стали такие листья, я и сейчас не знаю. Это на нем Берка Академик. Плоды получились в три раза мельче, даже в четыре. Так. Они полностью изменились, с ними надо работать дальше. Почему? Перед нами не только, чтобы бывают плоды другие, перед нами совершенно другое дерево. Так. С ним можно или нужно работать? Или вот эти плоды, которые размером, ну, 30 грамм где-то. Да, 30 грамм. Представляет интерес? Не знаю. Дерево вот оно стоит. Что с ним делать, я не знаю. Поплакался. Вот. Это сенец. Я в ближний раз покажу, как. Ну, то, что посадим на холме, понятно. То, что небрежно, в том смысле, что еще в стречке не было травы. Так. Так. Наука требует вот это вот, уничтожить эту ветку. Причем интересно, что они учат уничтожать в любом возрасте. Даже если ветка с мою руку, с мою ногу, все равно требует отрезать. Раз вовремя не отрезали. Я просто показываю сенец, классический сенец. Здесь где-то полметра. Никто его не трогал или отрезать не собирается. Да, неудобно. Когда урожай, ветки склоняются до зимы, до земли, а люди боятся, что как бы урожай должен быть почему-то повыше. В общем, очередная глупость, я просто хочу подчеркнуть. И потом, еще почему. Я прилетел вот эту вот, смотрите. Вот это, то, что называется незаконнорожденная ветка. Она якобы не имеет права тут быть. Вот ее надо отрезать, оставить рано. Вот. Перед этим надо было вот эту. В общем, глупости продолжаются. Вот. Еще раз скажу. Эти ветки, ветки замещения, это на случай, когда там больше, очень не комфортно, и только там начинаются процессы погибания, вот эти ветки, они расположены не замещают. Я вам сто раз показывал, все покажу. Самое главное, хочу сказать, вот это классическая форма сеянца. А до приемитого мы запомнили и пошли дальше. Вот это вот, почему нельзя делать обрезку в принципе. Почему деревья это не любят? Это начало, потом пойдет ниже, 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 и как-то не старайся. Знаете, как наука говорит, вот берем почку и вот так под 45 градусов, так, чтобы тут западлицом было. Пробовал. Это же мое дерево и моя обрезка. Пробовал. Тогда вот этот вот побег погибает. Ну а че ему не погибнуть, когда вот отсюда начинается страшная рана. Страшнючая рана. Да на морозе. Конечно, почка погибнет. Вот. И тут получается интернатива. Или я вам должен продавать черенки. А, про черенки еще будем разговорить. Черенки для вас нарезал черенобаев. Ни одной яблони я не отрезал ни одной венточки. Точка. Меня спрашивают жигулевские, а они не у черенобаева, у меня нету в каталоге. Вот. Пипеншафраны у меня, а не у черенобаева его нет. Нет в каталоге, потому что я отказался резать, а у него нет. Вот. Дальше это самые такие надежнейшие сорта зимние. Вот. Дальше значит еще два-три таких же сорта. Вот. Синап, допустим, северный тоже великолепный сорт. Тоже не получит от меня ни одного. И еще несколько. Почему? Потому что возможно мой сад это последний после того нестяжения на острове, когда сожгли чертой матери полторы тысячи яблок. Вот. После этого это последний оплот, потому что кольцо сжимается, сжимается, сжимается. А первым куда это первым уничтожаются вот этим вот неизвестным заболеванием. Вот. Подчеркиваю, не грибным. Это биологическое оружие какое-то. Хотя оружием трудно, оружием называют то, что как бы сознательно делается. Вот. Это бактериальные заболевания проявляются где угодно, как угодно, но только на ослабленных деревьях. Вот. Это вот я вам показал, как легко начать убивать дерево. Прекращайте обрезку, потому что сейчас я, знаете, как сейчас сделаю? Сейчас покажу. Это пусть немножко лишнюю минуту потеряем. Я сейчас вам покажу. Вот. Ну, как бы, чтобы не обидеть земляка. Я все время в таком положении. Говорят, не воюй, не воюй. Ну, как не воюй? Ну, я сказал, не режьте деревья. Прошло три секунды. Больше секунды. Не режьте деревья. Все. Дальше о чем говорить? Если не воевать. Тут же выключили компьютер, а тысячи, десятки тысяч авторов говорят, режьте. Наверное, здесь. Наверное, наверное, наверное. Деревья вот этот товарищ, обратите у него, вот я вовремя остановил. Это Херсон. Это Херсон. Слышите меня, надеюсь? Вот. Оттуда до Крыма где-то километров двести. Это земляк. Значит, он произнес несколько фраз смертельных для всей России. Если бы где-то кто-то когда-то сделал бы, вот как я требовал, когда мне заткнули рот на международной конференции на трибуне, когда я говорил, нужно относиться к этому настолько серьезно, что нужно цензура, чтобы к нам не только южные вот эти вот саженцы проникали, но и технологии, чтобы они проникали. Вот его ключевая фраза. Каждый год, каждый год надо резать. Дальше это еще не все. Вот. Обрезка дальше это закон. Причем а дальше перечисляет все, что это. Дальше он отца смотрит сюда. Он режет, 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 режет. Я не хочу его показывать в течение раз. Он там пусть режет чего угодно делает. У них абрикосы бросить легко. Вот. Кстати, а как легко, когда мне с Украины десятки писем отчаянных, все исчезает. Мне кажется, вот из-за таких окон. Он берет и от дерева оставляет. Я не могу показывать видео, потому что собьется звук, изображение. Мы уже это проходили. он режет, 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 режет. это, вот. И режет, и режет, и режет. Смотрите, он оставляет. Я, главное, что, начинал с абрикоса, да, вот еще один режет, который был абсолютно идеален. Но он ему показался сильно густым. Он начал его, это, вот то, что вот сейчас вы потом сами сможете захотите, вот он, набрать, да, вот. хотя лучше перед сном это не делать. Вот. Он изувечивал его весь, и я, вот, я вот, когда я смотрел, я думаю, господи, а зачем ты его увечишь? Он пытается это что-то доказать, пояснить. Совершенное дерево, совершенное, вот буквально. Так. Вот, я ничего понять не могу. И еще он произнес одну фразу, а, ему в самом начале задали, знаете, какой вопрос? Мы задали вопрос, а вот эта обрезка не повредит ему, или, знаете, что он ответил? После этой обрезки оно дольше жить будет. Вот это вот все, это. И вот для нас вся эта технология, вот она, вот она, вот она, а один курс и огрызок натуральный. Зачем он это делал? Непонятно. Он уничтожил ветки с цветами, все. Абрикосы, они, ребята, они по натуре настолько глиностые, и у них даже на Украине большая часть почек даже после средней земли просто погибает, не просыпается. И получается, там такие коленца по полметра, по метру ни одной веточки, ни одной почки. Они настолько как глиностые, что их еще больше, ну, практически это не нужно делать. Вот, пожалуйста, мы с вами о чем поговорили. Так, 122 тысячи просмотров. 122 тысячи! Да у меня через год будет, знаешь, сколько? 500. Вот то, что мы сейчас смотрим. Как они умудряются столько в этих самых? И как это происходит? Я не знаю. Ну, поговорили, понятно, да. Теперь возвращаемся к нашим баранам. Вот. Где наши бараны? Сейчас. Так, так, так. А, вот, вот, вот. А у нас, ребята, Москва, Тверь, Вологда, Ярославль, Кострома, перечисляют всю Россию. Ну, 70 регионов из 90. Вот. Ничего этого делать нельзя. Ну, это интересно. Знаете, я тут эксперимент проводил. У меня вдруг одна яблоня взяла, молодая, я бросла этими. крапивой, что не подойти. Я подумал, нарочно, ненарочно. Интересно, будет ли она не тля, от кого она защищается. Вот взяла вот так вот друг. Не было, не было вдруг. Раз. Как будто это симбиоз. Вот. Ну, что? Все-таки тля появилась. Ну, вот, видно даже. Видно. Вон, точечка видно. Все-таки тля появилась. К моему сожалению. Вот. Ну, в самом конце. Все-таки для того дерева ни разу не опрысканного. Это неплохо. И вот. Ну, я пытался установить, помогает или мешает вот эта крапива. Ну, будем считать, вопрос остался открытый. А этот юноша, это юноша, брат нашей Лена Александровна Савельевича. Это будущий садовод. Надеюсь. Надеюсь. Ну, все это интересно. А это я, значит, что делал? Я брал два саженца, переносил на этот прикупленный участок два, две колонавистки с самого участка, прямо с питомника. Одну отрезал половину, вторую не отрезал. Ну, может догадываться какая. Оба, слава богу, живы. Вот. Хотел доказать, что вот это будет лучше жить, но пока разницы не вижу. Когда-нибудь может проявиться разница, что вот этот был отрезан наполовину, а этот был посажен целиком. Поменьше они были расточком. С этим ясно. Это все, что мне осталось от этого, от Крыма. Ред, Делиш, СО, персики, штук 6 или 8, то, что Сергей выписал. Но он выписал ради, не он не дурак, но ради этих привоев, чтобы отрезать ветки привоевные. Ну, иначе как, где еще достанешь? Ну, персики сразу умерли, только посадили. А абрикон, ой, эти, яблони год-два пожили. Это не она, это еще ладно. Вот это колонавистки мои. Вот. Так. На этапе, вот это середина лета, начало, это нет, это июнь. Видите, деревья чистые, здоровые, листья здоровые. Покрывались, начали, появилась на ней плесень, появились грибы. Вот. Парша только где-то уже, когда холодно было, где-то сентябрь, октябрь. Пересбросан листьев. А вот это вот учеба. Смотрите, классический абрикосовый лист. Видите? Запоминайте, он такой есть, когда он будет подсовывать, чуть другое. Кстати, часто люди мечтают об абрикосах, ничего угодно, вплоть до дикарей. Не диких абрикосов, а там. Ко мне однажды приехал, это был самый крутой, поверь не называю, почему-то до сих пор боюсь называть. Вот он говорит, меня надули. Когда выросло, оказалось, что ему продали. А, лепу, я запомнил, редкий случай, такой гость. Б, березу, В, тополь. Вот, три называл. А, еще вербу. Вот такие у нас, это его самого так надули. Правильно, нечего самому, не царское это дело. И вот он, стандартный, есть. А теперь, смотри, смотрим сюда. Уже не такое. Правильно? Вот. Ну, и если вернуться чуть-чуть-чуть назад, вот, мне все из мысли уходит, что мне делать, что мне делать? Представляете? Привал-то, академика. Ну, что, что получилось-то? Где даже вегетативный гибрид, которого не существует на свете? то есть, как примерно. Ну, с вами ходим по саду, видите? Может быть, что-то крупновато, если не дорогу. Вот, вот это снимок. Кто-то меня снял, наверное, Савинич. Вот, видите, что такое настоящий сад? Это я говорю наполовину украинец, наполовину русский, вот, который с теми садами знаком, с этими. Смотрите, пестик и помните, что такое, тычинка помните? А почему даже помните? Потому что, когда я учился в школе, и когда наш учитель биологии говорил пестик и тычинка, вот, девочки сидели пунцовое, заметьте, от слова пестик и тычинка, от слова тычинка, пунцовое. Мальчики по всем углам, хи-хи-хи-хи-хи. Вот это уровень знаний, такой он и остался. А мы чуть-чуть продвинемся. Вот здесь где-то пестик. Найти его практически и на эту фотографию не разглядеть. А это, ну что, волочная вишня, она самая опыляемая. Идем дальше. Здесь тоже, наверное, не разглядеть. Снимок не самый качественный. Вот еще. Вот еще. Это все волочная вишня. Вот. Снимок я делал с цепой. Хожу, снимаю, я потом разберусь. Внимание! Впереди сенсация. Как отличать самоплодные деревья от прекрасно опыляемых. Вот. Видите? Ничего не видите. И тут не увидите. Я боюсь, что Илья отстал от жизни и не... Так как у меня нет мерсетского образования, эх, нет, Илья Александровна, я бы ей попросил. Вот. И это знает каждый студент. Или этого не знает никто. Сейчас, 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 сейчас. Я хотел вот это комментировать. Среди абрикосов осталось, то есть же были эти, у меня. Я пока отвлекся. Здесь рядами росли. Тут ряд абрикосов, тут ряд груш. Вот. А потом питомник был выдавлен деревьями, и от груши я продать не мог. Эти дико все риска я даже привить не мог. Она настолько, и мне отпадало как. Вот интересно, когда она будет загружена плодами, а на ней уже по 10 ветер висела. Сломается или нет? Ну, интересно, сломается, но и бог с ней. Все равно это абрикосовый участок. Тут столько абрикосов было. Да, вы видели фильмы. Нет, вот так и осталось. Привить не смог из-за кривизны продать кому я продам. Так высоко я не прививаю. Опять же смеяться будут. Вот так ее вода уцелела за счет только своей кривизны. Ну, назовем это уродство. Но это уродство в нашем понимании. Так. А понимание породы это вообще нервится. Но я боюсь глубже. Пойдем дальше. Так. Ну, это тоже ходим представим что вы рядом стоите я вам говорю вы представляете вот один из этих абрикосов у меня их несколько чудес связано с академиками. Чем они два раза увеличились. Я уже и другого объяснения не придумал кроме как это что они-то и были такими только потом одичали они наоборот. Никакой селекции не было. Вся селекция удачно это привить. И они снова 100-граммовые как райском саду. А этот нет, этот взял наоборот как уменьшится в три раза так сохранился. Назвал ее Артем. Сына так звали. Зовут. И вот значит пожалуйста и потомки уже и опять они так и сохраняют вот это вот 30-граммовые плоды вкуснючие рекорд 23 ведра с этого дерева. Поставьте ряда 23 ведра все поймете вот и телевидение раз приезжало снимало с него начинали вот и вообще веток не было видно из-за плодов вот пожалуйста один из этих примеров ну долгожителям не могу сказать 20 лет ему всего 22 где-то так вот но это все-таки один из феноменов пусть это ну как он так же как академик а получил на том перед перед этим вы видели фотографию получили плоды в три раза мельче и лист совсем другой а что если взять с ним веточку что будет и что вы думаете нарезал веточки другое дело так же как я вам сейчас показал вот это вот а я еще раз вот это пример отрицательный вот это вот 600 косточек от Чернобаева естественно что они настолько сильно делились в фильмах вы видели плоды стали крупнее плоды стали слаще и плоды стали цвет поменяли чуть ли не розовый вместо синих и вот это все вот в этом мешочке 600 штук я показал фильм раз в втором фильме снял в третьем фильме снял вот ни один человек не сказал хочу вот эти знаете как это самое а не зовутся не зовутся ника как переводится ника победа не помню в общем вот эта разновидность венгерки ну назвали бы никой ладно и вот такой же пример насколько он может быть морозостойкий ведь когда на него подействовал на академика вот этот подвой и он стал разумеется мне почему-то кажется что он ему еще и морозостойко должен был передать так ведь так косточки есть есть берут берут но мало вот это все вот так закручено все в один сюжет теперь значит наконец барабанный бой или я это самое много на себя беру внимание это так знаете когда это самое в цирке выступает цирк не цирк но вот это вот самое есть вот они пестики вот они а теперь я взял и когда нет я все равно этого не видел в упорах я шел чисто механически делал фотографии так и что как подумал я пыльца отсюда вот они тычинки много оттуда пыльца должна попасть сюда никак не попадет пока не прилетит труп волшебник я имею ввиду пчелу я имею ввиду осу я имею ввиду шмеля довольно крупную который весь вся облеплена пыльцой и которая вот сюда случайно попадет сюда показывает и это называется ветром ненадолго это уже специальное опыление перекрестные это устроено природой возвращаемся чуть назад пробуем найти а вот здесь вот однажды я смотрел вот здесь напоминает что это черный абрикос вот а это это второй и последний черный абрикос последний скрут цветов да сколько из чего бывает вот а дело в том что ну это ладно сейчас где-нибудь поближе а вот вот здесь более смотрите здесь настолько буквально в микронах в миллиметрах находится песик отличился вот здесь это называли ветром надуло то есть ветровое опыление обойдемся и без пчел называется и хотя я прочитал в журнале что ветровое пыление не существует вот но этот человек который это написал у меня есть архив только знаете кто старый поменет вот наверняка я не знаю вся наука знает или я случайно ну сперва фотографии делал а теперь господи это что торчит пистики вот они а не может отсюда попасть с помощью метра сюда пыльца вероятность нуль нужен насекомый член для меня насекомый дальше половой орган я называю вот этих насекомых я называю половыми органами так вот связующее звено вот барабан и дробь или я просто неграмотный и об этом все равно знает или это действительно отгадка которую я 35 лет помните в моей ой неудобно повторяться когда я говорил песня песенка созревает в разное время так в этом то есть это в этом или генетически еще на одном деле они могут генетически несовместимы видите сколько пальцев за одну одна из них научная другая из них догадка вторая моя а третья вот она вот физически невозможен контакт между пальцой и это то есть ну так невозможен так между песенками и тричинкой ну кому-то это может показаться неинтересно но я должен был этим поделиться я таким догадок столько что голова уже распухла а как кто же еще будет меня слушать кроме вас не ну я уже говорил стыдно повторяться кстати обратите внимание вот это я к нему не пригадывался да вот что мы имеем что мы имеем грушу имеем а кто на ней она наверное она сама пыляемая потому что у нее близко песенки ладно захлепили пройденный материал это самый изувеченный у меня манджирский абрикос знаете почему он изувечен я в него вживил когда-то сейчас светом даже не осталось я вживил у него академик вот он три года пожил и умер привык и померла так он покрылся листьями огромными прям как у самого академика я думал ждал чудо что гены от этой уже умершей привыки пришли сюда и я получил манджирса очень крупно а вот как был диким такими остался ну чуть-чуть похрупнил чуть-чуть так это непонятно от привыки или соседей ветром надували непонятно и потерял борозостойкость ну живой другой стороны 25 лет ему он помирать не собирается несмотря на страшное это любовались но этот самый патриарх есть в этом году ветер 15 это было всего он уже на исходе веток много сухих а сколько продержится ну 35 юбилей посмотрим ну только супруг чуть-чуть это у него там за забором у него супруг амур вот у него он начал тоже как бы перенимать качество тот чуть-чуть столько лет в супружище они ну когда начали цвести плодоносит лет 27-28 в супружище вот не могли не повлиять друг на друга так черешня черешня вечно верхний верхний ярус это зацветает она после 2-ой сорократности зимы она была точно погибнуть и она у меня даже цветом не потеряла и я споряжу за ней а потери у меня первые годы были все хуже 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 я же недавно потерял желтую черешню но это потому что я ее рот не продлил как привил так она и жила плодоносила подмерзала золотая за концом она и умерла где не было ни сил ни времени пролить ее рот взять а на другую вишню привить вот это я конечно потеря страшная так вот а это черешня бодна и вот прошло столько времени и все таки она привыкала 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 к вишневым сибирским диким к вишням мощным стамбом и вот наконец это еще один шедевр это еще одна сенсация их много только они никому не нужны с верхней ярусом все это съели птицы достать невозможно плоды а это вишня жуковская в Украину привез три дерева мощные плоды вкуснейшие косточки заготовлены вот замечательная вещь особо не могу похвастаться она кому-то нужна вишня степная единственное дерево мелкое невкусное немножко улучшил с помощью привык черешни черешня 2 года пожила на ней умерла отсохла и отмерзла все таки степная вишня черешню это сильно дали родственники плоды стали чуть получше сейчас она уже полная вырезана как сухие тридцатник исполнился и она начала угасать это ее предел наверное еще я ее испортил черешню не только пожила она чуть улучшила вкус плодов но зато и это наверняка чуть-чуть морозокосизила может на 2-3 градуса так я пошел на кухню ребята за чаем я вам тоже спасибо не я